У нас с вами сегодня седьмая лекция. Я вас поздравляю с написанием контроля работы. Я не знаю, как решили контрольную вашу группу, но те, которые решали утром, они прям хорошо. Больше половины задачи решили. Я думал, что будет намного хуже. Как у вас ощущения? Прям плохо. Мало времени? Ну, одна пара. Я понимаю, да. Но это мы учтем при разбаловке. Но сколько задачек-то? Четыре. Четыре. Нормально. Ничего. Ничего, нормально. Так. Как вам, Питер, человек-оненавистник? Числоненавистник? Питер? Да. Питер. Задачка такая оказалась. Немножко зубодробильная. Не так просто с ними разобраться. Значит, так. О, отлично. Отлично. Сейчас я посмотрю и начнем с реализации. Итак, довольно много всего. Начнем еще раз говорю с реализации списка односвязанного, который у нас уже был. Обернув его дополнительной структурой лист, чтобы передавать ссылку на нее во всех принципах. Итак, поехали. Значит, лекция 6. Лекция 6. Какой тут у нас соединение был последний? Линфт лист 2, наверное. Так же. Type. Нода. Сейчас. Класс. Не особо. Я не знаю, как мне это увеличить. О, один раз удалось. Еще удалось. Отлично. Итак, поехали. Что я хочу сейчас сделать? Я сейчас вот это дело, во-первых, сохраню в новой лекции, в седьмой, и создам как отдельный модуль. Выделю в отдельный модуль, назову его lists.cpp. Потому что, значит, есть стандартная библиотека list. Вот чтобы с ней не пересекаться, назову lists. Итак, поехали. Первое, что я тут сделаю. Я уберу отсюда main. Mainа тут не будет. Mainа тут не будет. Что будет? Будет, собственно... А у меня ощущение, что мы что-то еще писали. Нет? Или только вот так, который был? Последний, который был. Там insert еще был. Insert not-water. А принта не было? Был. Был, да? Ну, у меня тоже ощущение, что был. LinkedList main. А, вот. LinkedList main и LinkedList.cpp. Вот он. Все, я восстанавливаю это дело. Вот он. Значит, именно его мне сейчас тогда надо вытащить. LinkedList.cpp. И тащить из лекции. Шестой, седьмой. Поехали. Хэпплэшник. И лекции снимай. Они у них ты пережают. Так. Template. Так. Оно работало? А, оно не работало. Я остановился, не успел это реализовать. Значит, это будут шаблончики всякие, да, в которых я сейчас точно так же пропишу все остальные действия. Значит так, проехали. Лист init, лист destroy, лист print и лист insert. То есть я все сейчас опомню через, собственно, над-класс лист, который будет для произвольного типа. А вот эта вот структура тенода, звено, она будет внутренним представлением для вот этой структуры список. Значит, struct лист, это будет у меня шаблон структуры. Шаблон структуры. Да, и он у меня будет соответственно что создавать? Он внутри себя будет содержать указатель на начало. Он будет указатель содержать на начало, собственно, этого списка. Begin. T-node begin. Понятно? Это указатель на начало, собственно, звена. Но т-ноды должен быть с конкретным дейтатайпом. Так вот, я создавая список, автоматически вызову инстанцирование звена, структуры звена с конкретным дейтатайпом. С тем, для которого я создаю список. Понятно? То есть, у меня т-ноды из самой программы создаваться не будет. Она даже ими оперировать не будет, этими зверьями. Она не будет про них напрямую знать. Но у меня есть структура список, внутри которой в качестве его составляющей части есть соответственно у которого штуковина. Это указатель на начало. В принципе, я могу поддерживать такую переменную здесь же, которая будет хранить количество хранимых узлов. И ее просто увеличивает метничку, когда добавляется, уменьшает метничку, когда исчезает. Итак, когда я создаю лист init, я создаю, собственно, вот таковую структуру. Что я для этого должен сделать? Я в первую очередь... А, лист t, прошу прощения, мне тут назвать его как-то. Лист t, l. Л большой. Так вот, что я должен в первую очередь сделать? Когда я его создаю, то я должен сказать, что l, собственно, begin, попрошу прощения, l.begin, а, да, еще один момент, лист init. Мне не надо сюда передавать копию списка. Мне сюда надо передать его по ссылке. То есть я буду инициализировать его по ссылке. Ссылка не константная. То есть я должен через имя l доступиться к тому списку, который мне дадут. Итак, я, во-первых, скажу, что begin указывает на нул.ptr, а второе, что l.size у меня равно нул. Вот эта инициализация у меня создаст пустой список. Понятно, да? Дальше. Лист insert сейчас я добавлю. В чем он состоит? Он будет у нас работать как вот для звена. Да, я сейчас эту функцию поработал со звеном. Наверное, я подниму повыше, наверх, к звену. Вот у меня тут звено определенное. Ну и рядышком с ним функцию, которая добавляет. Она такая же точно, как была. Я вставляю в начало. В данном случае еще раз. В начало мы всегда вставляем. p, begin и return p. Поехали. Значит, как я оформляю лист insert? Лист insert будет пользоваться этим вот самым insert node. Следующим образом. Если у меня l.size равно нулю. Ну, в этом случае вы знаете, да, что лучше поступить как? Node l.size. Или, а, ну, даже может быть не так все-таки. А можно вот так вот. Если ноль равно равно l.size. Понятно? Ноль. В этом случае что я делаю? Я беру и закладываю в l.size равно 1. И в l.begin я кладу, соответственно, просто новое звено. А можно просто? Да. А вы этот код в хитрофайл пишете, получается? Это хпп. Это заголовочный файл. Но если я сейчас оставлю в заголовочном файле только шаблоны заголовков функций, а шаблоны тел функций оставлю в цппшниках, то у меня произойдет катастрофа в момент сборки. Когда пойдет линкопка, окажется, что отдельно скомпилированный цппшник отдельно скомпилированный цппшник не знал, для каких типов требуется инстанцирование. И в процессе компиляции не инстанцировал функции и структуры с соответствующими типами. Понятно? Не инстанцировал, не создал тела функций. А заголовки, они подключатся, заголовочный файл, он включается в цппшник на этапе при процессе до компиляции. И получается, что в момент компиляции заголовки все инстанцируются. То есть при компиляции основного файла мейна будет казаться, что все в порядке, все функции будут, компилятор будет думать, что все функции будут, но в момент сборки окажется, что тела функций таких отсутствуют, что фактически функции такие отсутствуют. Заголовки есть, тел нет. И будет ошибка сборки. И он скажет, я не могу найти соответствующее тело функции. Понимаете? Поэтому шаблонные функции, то есть шаблон функций, никогда не вставляется в цппшник, а вставляется в заголовочный файл. Понятно? В этом конкретном месте принцип раздельной компиляции мешает реализовать парадигму обобщенного программирования. Мешает обобщенным сделать абстрактную функцию, которую мы штампуем по штампу. Потому что нам для инстанцирования нужно точно знать заранее типы, откуда мы их узнаем при раздельной компиляции. Я ответил на функцию? Так, ладно, я что? Я создаю новые ноды, new ноды, и закладываю туда значения. Как я тут закладываю значения? А я как-то у меня может получиться, видимо, insert все-таки вставить. Сейчас insert, новое. Что я делаю? Я создаю новое звено, вставлю туда в конец. А мне кажется, что можно на самом деле здесь и не смотреть на размер. Нулевое, нулевое, не нулевое. Да, я думаю, что необязательно. Тогда я просто делаю l-size плюс-плюс. Или плюс равно 1. И, соответственно, l-begin равно insert ноды. Соответственно, передаю ему l-begin. и value и value. Причем типы должны совпасть, исходя из того, что я инстанцировал вложенный указатель l-begin тем же самым ценодом для нужного типа. Да, прошу прощения. У меня, видите, я здесь использовал data type, а тут пишу t. Это ошибка. То есть, на самом деле, нужно использовать ровно то название для имени типа, которое указано в заголовке шаблона. Поэтому мне здесь нужно что-то дело исправить. Так, есть еще мысль, это им надо исправить? Нет, пока нет. Таким образом, я написал обобщенную функцию инициализации списка. Я написал обобщенную функцию вставки в список. И теперь list print. Я передаю этот список. Теперь, только опять же, не с t, а с data type. По ссылке. Но в данном случае я имею право передавать по константной ссылке. Тем самым я пообещаю тому, кто будет пользоваться этой функцией, что изнутри список, изнутри этой функции, никто не изменит. И компилятор проверит это утвердение. Он деятельно проверит, что в этой константной ссылке изменений листа не происходит. Да, я забыл ему дать имя L. Константная ссылка на список из, соответственно, data type для любого типа, при этом называется L. Итак, что я буду делать для распечатки этого списка? Вот здесь я знаю, как устроен список и что он устроен из звеньев, из тенода. Поэтому я беру, создаю временный указатель. Я знаю, как выглядит нода для data type. Так, звездочка, значит P. И к этому P кладу значение, соответственно, L begin. Теперь, что я делаю? Я этим P начинаю пробегать от начала до конца. То есть пока у меня этот P не является нулом. То есть просто пока P, потому что нул единственный указатель, который имеет ложное значение. Пока P истина. Что я буду делать? Как я буду печатать, собственно, звено? Я буду печатать data type. std.seout. Хорошо, может быть, в листпринт, чтобы сюда не вклютить и не привязываться к seoutу, по-хорошему сюда хорошо бы давать какой-то этот out. Ну, то есть какой-то out stream. Некий. Да, вот как-то так. Чтобы он для любого потока мог это делать. Итак, out я туда вывожу что? Вывожу туда P стрелочка data. Так, ну и я их там, по-моему, хотел через перевод кореньки отпечатать. Вот так вот, как ассария напишу. Окей? Или, да ладно, давайте лучше, наверное, табуляцию. Так, и перешагивание на следующее звено. P равно P стрелочка next. То есть именно здесь я знаю, как устроен этот список односвязанных. Внутри будущего класса пока что это еще и структурка. Внутри этой структурки. List destroy. Это будет довольно-таки, даже я бы сказал, не очень простое действие. Я сделаю эту функцию регурентной. То есть у меня по-хорошему с конца что надо? Хотя нет, я могу сначала удалять. Могу сначала удалять. По методу типа распечатки. То есть перебираю, но мне нужно будет помнить два указателя. Так, беру P равен L begin. Дальше. P L begin. Так, и мне еще понадобится previous. Так, значит, что я сейчас делаю? Все, одну секундочку. Нужен ли он мне? Нужен ли он мне, если я шагаю? А? По-моему, нужен. Да, непосредственно перед перешагиванием мне нужно будет запомнить прив равно P. P перешагнул, а после этого я делаю delete P. Прив, прошу прощения. Чтобы P оставался еще истинным. То есть P вначале перешагивает, а потом я подчищаю. Никакого распечатывания естественно не надо. Подправляем заголовок. Здесь у меня не T, а data type. Так, сейчас одну минутку. Пока P приправу P. P перешагнул, удалили print. Ну, кажется, все правильно. Кажется, правильный лист destroy, вполне лист print, лист insert, лист init. Значит, а теперь смотрите. Все это было для чего? Для того, чтобы я мог закрыть вот это дело. И, глядя только на заголовки этих функций, воспользоваться. На самом деле, мне бы еще и insert node вместе с T node просто спрятать как таковой. Чтобы он не был доступен звене. Я беру, создаю собственно... Я линк от листа его назвал? А тут просто лист, да? Значит лист. Небольшой угол. Лист от std string. Star list. Link list. HPP. Отлично. Я надеюсь, это восьмой. Все не моделятся. Не видать. Ну, сейчас будет видно. Так, значит, что я делаю? List init, list insert insert, list print, list destroy. Вот, собственно, на его использовании. Видите, да? То есть, я им пользуюсь как готовым контейнером для моих данных. Понимаете? При этом этот контейнер не является массивом. Это некоторая довольно высокоуровневая структура данных с достаточно сложной логикой внутренней. Понимаете? Я таким же образом, на самом деле, могу построить и хэш-таблицу, дикт, да? Там могу построить, ну, двусвязный список, какую-нибудь кольцевую очередь и так далее. То есть, в принципе, я могу это дело обернуть высокоуровневыми функциями и пользоваться как бы снаружи, не вдаваясь в подробности. А в самой библиотеке уже подписаны внутренние детали. Сейчас вот с этой точки зрения мы посмотрим на контейнер. Но пока давайте проверим, что это дело за работой. Так, что у нас там? L говорит, не знаю, кто это. Потому что я не дал ссылку. List destroy. В данном случае я, кстати, буду менять, потому что от destroyer list я должен буду сказать, что l.size равно 0 и l.begin равно 0.ptr. Так. Еще разок. Would you like to build it now? Что это такое? Что это такое? Сегодня я видел одну студентку такую проблему. Причем решение, чуть не собраться. А! Спокойшник, нельзя. Lint 30 мая. Вот это вот, как пример. Да, здесь что такое? Говорит, что здесь не знаю, кто такой. List insert. В данном случае я буду модифицировать l.begin и l.size. Поэтому по ссылке, соответственно, я его передаю, не константный. Так, опять ситуация. Не только комплирую. Еще раз комплирую. Лист print. По stream has an empty player. Ну, вот здесь вот, знаешь, пропишем. O stream. Не и o stream, а o stream, чтобы он, в принципе, был знаком с тем, что такое тип o stream. Что еще? А, ну, все-таки, видимо, придется std написать post stream. std post stream. List. List insert. No machine function for call to list print. List print. Сейчас посмотрим, как она называется. List print. А, конечно, он не может найти ее с одним параметром. Там, если ниже посмотреть, то он говорит про кандидата. Он говорит, есть кандидат, который ожидает два аргумента. Так, а сюда я напишу std seal в качестве потока вывода. Ну, на этом, где все ошибки исправлены, можно запускаться. Нет, что-то еще нет. Экспекта точка с запятой. Это уже мелочи. Ес. Не так уж это, как это, не такое уж великое достижение, но на самом деле возможность работать с сложной структурой данных, не вдаваясь в ее подробности, является, я бы сказал, первичным принципом программирования. Когда мы можем инкапсулировать какую-то существенную функциональность в некоторый, причем обратите внимание, в некоторый тип и приложенные к нему функции. Вот так и хочется сейчас взять и соединить их в одну сущность. И мы это очень скоро сделаем, мы назовем это классом. Вы это видели в питоне, это несложно произвести. Но сегодня все-таки еще не про то. Сегодня я вам расскажу про классические структуры данных, которые реализованы в STM. Дело в том, что несмотря на то, что нам не хотелось бы рассказывать о внутреннем устройстве, динамического списка или какого-нибудь двоичного дерева поиска, нельзя совсем пользователя исключить из работы с внутренностями. И нужно дать ему какой-то указатель, чтобы он мог показывать, тыкать в какое место списка я хочу заинцеркнуть. Для этого вводится второе понятие. В стандартной библиотеке, она называется старое ее название, когда она еще не была в стандартной библиотеке C++, а была внешней библиотекой. Она называлась Standard Template Library. Стандартная библиотека этих шаблонов. Написал ее один из участников ее написания, Андрей Александреско, который работал в фирме HP. Там 90-е годы, где-то начало-середина, когда STL вошел в язык C++. Его по-прежнему часто называют STL, хотя это уже просто стандартная библиотека. Надо сказать, что есть еще более новая область, в которую C++ распространяется, называется Boost. Это тоже сейчас нестандартная библиотека, точнее набор библиотек, которые сильно влияют на стандарт C++, и в стандарты языка, как сказать, включаются какие-то библиотеки, которые раньше были нестандартными из этого Boost. Не надо думать, что вот есть стандарты, а все остальное какая-то фирме. Нет, есть те, которые близки, и они входят с годами, становятся стандартными. Вот когда-то это было со STL, но она уже прям совсем стандартная. Вот одно из важнейших понятий, которые туда входят, это контейнеры, контейнеры, итераторы, итераторы. Это способ работы со содержимым контейнеров, который доступен извне. То есть реальных указателей, ссылок друг на друга, как там происходит переход между звеньями, мы знать не знаем. Как именно там освобождается, выделяется память под все это дело, мы знать не знаем. Или почти не знаем. Но у нас есть итераторы, при помощи которых мы можем путешествовать. Сейчас я дам небольшую классификацию итераторов. Но есть еще одна составляющая STL, это алгоритмы. Стандартные алгоритмы. Очень интересная идея Андрея Александровского в том, что алгоритмы не должны быть привязаны напрямую к контейнерам. алгоритмы будут работать с любым контейнером, который поддерживает определенный тип итераторов. Понятно? То есть они опосредованно, они как бы извне пользуются контейнером, но с учетом того, какой итератор бывает. Значит, итак, итераторы... Ох ты ж сейчас, нет, лучше походи же. Я в названии... Доброе утро! Доброе утро! Спасибо. 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 Итераторы... Ладно, я не знаю, сейчас смогу ли я быстро найти или нет, соответствующее название. Так вот, есть итераторы... Сейчас я попробую найти там сходу. Ох, супер! Значит, пять категорий, зависящих от функциональности. Значит, я их вертикально расположу. Значит, есть итераторы, так называемые input, итераторы. Input, входные. Output. Их правильники действительно рядышком рисовать. Output. То есть итераторы, которые позволяют только узнать значение. Итераторы, которые позволяют записать значение. То есть, в принципе, есть итератор, который может и узнать значение того, на что он указывает. Что такое итератор по сути? Вот представьте, как контейнер, это некий конгломерат элементов, как-то они друг с другом связаны, как-то упорядочены. А итераторы, это аналог указателя, который вот тыкать на конкретную, вот этот. У указателя у меня есть какая примитивная возможность? Плюс один сделать указатель. Вот если рассматривать как примитивный контейнер массив, а обычный указатель на начало массива P равно A, я всегда могу сказать P равно P плюс один, у меня указатель сдвинется ровно на одну ячейку вперед. Правда? Вот это будет у меня, соответственно, указатель, который позволяет двигаться только вперед. Обратите внимание, с односвязанным списком, который у нас был сейчас реализован, да, руками, без библиотек, у него именно такой получается форма итератора. Или как бы однонаправленный. То есть двигаться можно только вперед. Это значит, что я с итератором, ну давайте я вот здесь вот input output, я напишу, как мне добыть значение по итератору. Потому что бессмысленно распечатывать сам итератор, как бессмысленно распечатывать указатель. Да? Так вот, вот звездочка I, где I это итератор, это как раз доступ, сейчас алгоритмы я сотру, потому что я про них сейчас не буду рассказывать. Но алгоритмы через итераторы осуществляют действия контейнера. Так вот, звездочка I, это как бы разыменование итератора. То есть доступ к содержимому итератора. К содержимому. К содержимому итератору. То есть на... Точнее, на самом деле, и к содержимому итератору, к содержимому контейнеру по итератору. К контейнеру к конкретному элементу, к содержимому, в смысле, к элементу. Контейнера по итератору. Контейнера по итератору. Простите, мелкий шрифт, наверное, будет трудно смотреть на видео. Форвард итератор. Это значит, что к итератору можно прибавлять единичку. Плюс, плюс I. То есть и вот умеет смещаться вперед, сдвигаться. Дальше. B-directional. То есть итератор двунаправленный, который который может делать и плюс-плюс I, и минус-минус I. Для двусвязанного списка, например, для двусвязанного списка у нас уже можно итерироваться обратно. То есть если у меня итератор является некоторой структуркой, потом классом, на самом деле, классом, который оборачивает указатель на звено, то благодаря тому, что контейнер... Не благодаря самому факту, потому что указатель какой-то особенный, а благодаря свойству контейнера и тому, что указатель знает о том, что он двунаправленный, он помнит о том, что он двунаправленный, то по такому итератору я смогу делать операцию минус-минус I, и он ее интерпретирует как соответствующий переход к предыдущему звену. То есть у него вот эта операция, она спрятана внутри, как именно она происходит. Но делает она ровно то, что надо. Она перепрыгнет на предыдущее звено. Ясно? Соответственно, есть такие структуры данных, которые позволяют прыгать итератором сразу далеко. Сразу на 5, на 10, на 1000 ячей. Но естественно, что такая структура данных, она должна быть как кристалл. У нее должен быть некий условно-тальный порядок. То есть внутреннее ее представление скорее должно быть массивоподобным. То есть уж если я предоставляю такую функциональность, называется это random access. То есть итератор произвольного доступа. Random access итератор. Или итератор произвольного доступа. С точки зрения внешнего вида, что можно делать с этим итератором? Я могу к этому итератору прибавлять большие числа. То есть я могу говорить и равно и плюс 100. Нет? Сразу дальний прыжок. Какой итератор? Итератор произвольного доступа. Чем интересны итераторы? Чем интересны итераторы? Я сейчас напишу в общем виде цикл прохода по любому контейнеру при помощи итератора. По любому контейнеру в старом стиле. Пока что не в современном, не в C++ 2011-14, а в старом 99-ом. Значит, как это было? А, я какой-нибудь контейнер, наверное, надо назвать. Давайте я назову несколько контейнеров. И сейчас, например, самый популярный из них – это контейнер-вектор. Естественно, что этот вектор является шаблонным классом. То есть он определен над произвольным абстрактным типом. Можно сделать вектор целых чисел, можно сделать вектор строк, дабы, всего чего угодно. Значит, дальше. Это лист. Вектор является, по сути, динамическим массивом. То есть он там реально делает new. Когда вы от него освобождаетесь, он делает delete. Все это в нем спрятано. Но у него есть еще одна интересная фишка. Он аллоцирует память, когда вам надо выехать за границу, у вас переполнение происходит массивом. То он осуществляет реаллокацию. То есть он автоматически откладывает. Так, мне некуда складывать больше, но надо новый амбар, что называется. Нам нужно еще память зааллоцировать больше. И перенести все туда. Естественно, такая операция будет выполняться немножко дольше. Вы об этом не узнаете. То есть он иногда будет делать операцию добавления в конец по длине обычного. Но зато он наращивает, и у вас никогда не произойдет переполнение. В отличие от обычного динамического массива. Выделили тысячу, например. А он взял и больше, чем тысячу элементов. Вы не влезали. Понятно? А вектор решает за вас проблему расширения массива вовне. То, что мы в питоне называли лист, похоже на вектор. Это не то же самое. Вектор все-таки однотипные значения. Вектор, ну тут какого-либо угоднотипа. Это лист от T. Тоже контейнер. А вот лист, это то, что мы назвали линкод лист. Ну или вот лист с большой буквы. Но только поправочка. Вот этот лист, это двусвязный. Он поддерживает двунаправленные итераторы. Понятно? Итак, давайте с вами сделаем простейший алгоритм, который я назову словом for each. Для каждого. For each. Итак, что же я буду делать для того, чтобы для каждого элемента вектора перебрать? Давайте так, for each двоеточие. Я сейчас беру контейнер, вектор. Значит, for each, это в смысле, дело в том, что я сейчас сомневаюсь, потому что это так инструкция есть специальная. Есть такой алгоритм в библиотеке алгоритмов. Я его фактически сейчас реализую, вот внутреннюю его структуру, как оно выглядит. Давайте так, for each-для каждого, чтобы вы не поняли, что это не надо писать сейчас пока в аквариуме. А это заголовок. Для каждого. Итак, поехали. Что я делаю? Я for делаю. Дальше. Мне нужно указать итератор конкретной структуры данных. Если у меня структура данных вектор целых чисел, то мне нужно сказать, что я хочу сделать итератор вектора целых чисел. А этот итератор определен прямо внутри вектора. Вектор-инт итератор. Вектор-инт итератор. Назову его буковкой i. Я сейчас описал тип переменной и имя переменной, при помощи которой я побегу по моему контейнеру. Соответственно, я ему даю начальное значение, как в цикле for и положено. И мне нужно дать ему указатель, как бы указатель, итератор на начало. Значение итератора на начало. То есть, это переменная итератора. Мне нужно дать, собственно, экземпляр итератора на самое начало. Откуда я его возьму? Ну, естественно, только из самого контейнера. Ну, у меня, допустим, есть, собственно, вектор int, который я назову a. У меня есть некий вектор int. Я сотру все-таки форлич для каждого. Я пишу сверху, что у меня уже есть там вектор int, и он каким-то образом заполнен. Я не пишу std2 двоеточие для сокращения записи. Вектор int, который я называю a, и заложу туда некоторый набор значений, как бы, например, 10, 3, 17, 28, достаточно. Так вот, как мне перебрать вот эти вот числа? При помощи итератора можно это сделать. Итак, я говорю, i равно a.begin. Это такой метод для контейнера. Он является универсальным. Есть у любого контейнера. Если вы захотите сделать свой контейнер в концепции STL, можно сделать свой контейнер, чтобы с ним стандартная библиотека алгоритма с ним тоже работала. Давайте я все-таки верну обратно слово алгоритмы. То есть вам для того, чтобы стандартные алгоритмы смогли работать с вашей структурой даты, достаточно всего лишь соблюсти правила интерфейса, создать контейнер вместе с вложенным в него итератором и написать соответствующие методы, в частности, b.begin и n. То есть, чтобы ваш контейнер умел сказать, вернуть итератор на начало и вернуть итератор на конец. Итак, a.begin – это метод, который возвращает итератор на начало. Именно поэтому я его вызываю. Не просто говорю, что равно begin, а вызываю. Потому что кто же знает вашу структуру данных? Может быть, для того, чтобы узнать, где у нее начало, вам придется довольно много действий сделать. Мало ли, каких только структур данных нет. Понятно? Итак, следующее, что я пишу. Я должен теперь остановиться в какой-то момент. Как я остановлюсь? Итератор должен быть не равен чему? Значит, если бы это был цикл while, я бы сказал, что итератор не равен blue ptr. Только показатель. p не равно 0. Пока мы указываем на что-то разумное, но в данном случае, если уж сравнивать с нашим односвязанным списком, он является неплохим примером. Хотя тут при помощи вектора это дело обрабатывается. Я как бы к концу, я говорю, я вот пока не равен концу, а.n. Отсюда мы можем заключить. Поскольку a.n является допустимым значением итератора, то a.n это итератор. Но при этом обратите внимание, что сам вот этот a.n сейчас не поучаствует в обработке. То есть для него итерация не выполнится. Я заходить буду в тело цикла, когда i не равен a.n. Правда? Видите? Тяжело? Сон? Хотите анекдот? Ладно, не будет. Я сказал полчаса, самое страшное. Лучше 25 минут. Так вот, еще раз смотрите, да? Мне пришлось создать переменную специфического типа, про который я знаю только то, только то знаю, что он реализует функциональность итерирования по внутренностям этого вектора. Как-то. Знать не знаю как, но как-то он осуществляет вот это действие. Понятно? Я говорю, до тех пор, пока выдал ему состояние a.bgin. То есть я выдал ему значение, начальное значение итератора, которое соответствует началу реальных значений в контейнере. Говорю, пока i не равно a.n. Из чего я могу заключить, что, собственно, a.bgin должен указывать, ну, фактически указывать на первое число. Как он это делает? Может быть, он индекс в массиве содержит? Может быть, он указательный элемент в массиве содержит? Как он именно это делает? Ну, этот итератор a.bgin, а значит и и, да, мы тут скопировали значение a.bgin, да? Он теперь содержит в себе указание на положение, между прочим, чем это лучше индекса? Чем это лучше, чем индекс? Если бы это был просто индекс, то тогда этот индекс был бы не привязан к контейнеру. То есть это и он просто ноль и все, ну, нулевой элемент и все. А в данном случае это не просто нулевой элемент, да, первый в контейнере. Нет, это нулевой элемент в этом конкретном контейнере. То есть если у итератора есть какое-то значение, то это значение указывает на конкретный элемент какого-то конкретного контейнера, а не абстрактно в нулевую позицию в принципе. Понятно? Поэтому так. Ладно, сейчас доберемся. Куда указывает a.n? Сейчас покажу. Значит, да. Ну и, собственно, та операция, ради которой все это затевалось. Именно она пишется коротко и красиво. Плюс, плюс, н. Увеличить итератор. Двинуться на следующее звено. Это фактически нечто наподобие вот как p равно p next. Это связано с письмом. Так вот. А теперь, собственно, что я тут буду внутри делать? Это любое действие. Давайте какую-нибудь функцию вызовем. Не знаю, я... Мне сейчас трудно от сходу какую-нибудь функцию придумать. Фу-бар. Фу-бар какая-то функция. Над звездочкой p. Я как бы разыменовываю итератор. При этом, на самом деле, вместо разыменования будет осуществлено какое-то достаточно сложное действие, подразумевающееся там, внутри библиотеки. Вчет красота. Если бы я делал это своими руками, то у меня здесь вместо плюс-плюс-и было бы, как это называется, итерейт итератор. Итерейт итератор. Итерировать итератор. Функция, которую я вызываю, передавая ей и по ссылке. А тут очень компактно, прям как бы встроенными операциями, это все определено. Но на самом деле, вот это вот подразумевает достаточно сложное действие. Сдвигать. Оно внутри там спрятано в стандартной итератике. Вот это. Кажется просто. На самом деле, мы при помощи этого итератора влазим внутрь конкретного контейнера, а он помнит, к какому контейнеру он указатель фактически. Добывает из него это значение, и сюда его возвращает. Между прочим, итератор, которому еще ничего не присвоили, то есть если я создам итератор вообще, ну нет цикла, ему ничего не присвою, начальному значению конкретного контейнера, конкретного элемента, то получится что? Что мой итератор в этом случае нельзя разыминовать. Попытка его разыминования, добыть значение, она приведет к ошибке. И в отличие от ситуации с указателем, когда это происходит, это будет низкоуровневая ошибка, которую проконтролировать нельзя. То есть операционная система даст по голове сразу сегментейшн фолд, дышит. Программа снята. В этом случае у меня высокоуровневая операция разыминования итератора, она такая мягенькая, то есть он проверяет, опа, а у меня нет контейнера, за которым я зарезервировал. И он в этом случае может вызвать исключение, которое можно перехватить и обработать. Программа не может не вылететь, а как-то реально обработать эту ошибку. Куда указываешь АН? Очень интересно и забавно, что АН указывает как бы вне, то есть он указывает как бы за последним элементом. То есть если вот эти элементы как бы прописываются, то АН это некоторая позиция в контейнере за последним элементом. Именно благодаря этому у меня вот этот цикл позволяет пробежать все значения, включая реальное последнее. Если бы это был односвязный список, то возникла бы какая ситуация? Вот представьте себе, что это односвязный список, и я по нему вот таким вот образом отыриваю. Вот как мы это делали. То я делаю пока P не равно нул. В этом случае мне кажется какая ситуация? Что когда я перешел на нул ПТР, то я не могу отырироваться назад. Дело в том, что нул ПТР не содержит итерации. Если бы это был даже двусвязный список, то есть у меня есть адреса предыдущих элементов, у этого очевидно в пустоту, у самого этого, а у этого предыдущие элементы. Второй указатель, который указывает назад. То есть я мог бы итерироваться назад в принципе, но если я перешагну в нул, то я не смогу отырироваться назад. А здесь специальная зона безопасности. То есть мы вышагнув в специальный конец контейнера, у нас есть собственно указатель на предыдущий элемент. Поэтому из А.Н, если указатель двунаправленный, я смогу сделать минус-минус И и отшагнуть назад. Понятно? Если это в принципе возможно. При этом вот этот вот А.Н, хотя назад от него отшагнуть можно, разыменовать его нельзя. Потому что попытка его разыменовать приводит к тому, что реального элемента в контейнере, который бы соответствовал значению этого как бы вне лежащего итератора, уже нет. Понятно принципиальная логика, да? Так вот, оказывается, что вместо того, чтобы писать вот такую вот фиду, длинно, ну разобрались, надо было один раз написать, разобраться. Так вот, оказывается, вместо этого можно как минимум, как минимум, воспользоваться... Давайте где-нибудь вон там вот напишу. Воспользоваться библиотекой алгоритмов. Include алгоритм. И использовать, соответственно, вот тот самый for each. Вот тот самый for each. Как он будет звучать? For each. Ну, допустим, у меня есть там вектор пинтов, которого зовут А. Которого зовут А. Ну и у него есть какой-то набор значений. 10, 9, 15, 7, 20. Так вот, я могу сказать. Для каждого, начиная от А.begin, кстати, не обязательно, можно и от самого начала, я могу просто любые два итератора дать, от какого по какой не включительный. Начиная от А.begin, запятая, заканчивая А.ent, а дальше я передаю, что именно я с ним буду делать. фу-бар. Обратите внимание, что в этом случае я передаю туда функцию по указателю. То есть я передаю не вызванную функцию, а передаю указатель функции. Если бы это был питон, то, по сути, я передал бы функцию саму. А в данном случае все-таки я передаю именно указатель на функцию. Понятно? И изнутри эта функция фу-бар должна быть таковой функцией, которая умеет делать операцию ровно над одним элементом типа содержимого кодейна. Вопрос. А получается, фу-бар вы сказали в коду указатель. И получается, функции сами хранятся в памяти, как негатива, да? Функции хранятся в памяти, как бинарный код, сегменте кода. Название функции, имя функции есть указатель на начало машинных команд в сегменте кода. И они также загружаются на равных с данными кодами? Абсолютно верно. Когда экзешник загружается в память, то есть сегмент кода. На ассемблере текст называется и сегмент дата. И то, и то загружается из экзешника. Причем в ситуации, когда у нас шаблонная функция, в чем фишка? Я же пояснял, что она именно штампуется. То есть, когда функция компилируется, она превращается в функцию в машинных кодах. То есть, в реальных машинных кодах, в сегменте кода, у нее есть адрес. И когда я инстанцирую функцию, их получается несколько, да? Каждый под свой тип. Каждый под свой тип. Там разные ассемблерные инструкции, разные машинные коды. Фактически. А компилятор, в момент компиляции, он за счет, собственно, подбора типа, да, он либо инстанцирует соответствующий, либо при помощи преобразования типа стандартного, подгоняет параметры под тот тип, который может быть обработан внутри этой машины. Физической реализации функции, да, на уровне машинных кодах. Понятно? Вот именно компиляция, она дает удивительные качества программы. Во-первых, это скорость. Во-вторых, вы реально для железа уже пишете, да? То есть вам не надо думать, а как интерпретатор. А как написать интерпретатор? На интерпретаторе? Интерпретатор на интерпретаторе? А в конечном счете же должно быть в машинные инструкции превратиться. Должен быть какой-то интерпретатор, который написан как бы на чем-то низковом, в смысле в конечном счете на машинных кодах. То есть сама операционная система, она не может быть написана на питоне. Ядро операционной системы. Всякие оберточки, наворотики, пожалуйста. Вот в Linux, он в довольно большом объеме написан на питоне. Всякие скрипты, загрузки, там, утилиты, много чего. Но ядро написано на чистом Си. Чистом, без плюсов. Linux Torvald, он противник Си плюс плюс в этом смысле. По определенным причинам он имеет полное право. Говорит, что Си плюс плюс отстой, и писать ядра операционных систем надо на чистом Си. Ладно. Короче, согласитесь, что вот так вот мы сам даже тип итератора и само вот создание итератора мы здесь пропускаем. Итератора как бы и нет. Да? Но, но, есть минус. Нам в любом случае придется теперь вот эту функцию в фубар выписывать отдельно и создавать ее как отдельную функцию. Она будет где-то там рядышком валяться. Ну, маленький минус. Но этот минус решается при помощи лямбда функции, про которую я планирую рассказать вам не сегодня. Вот. Но можно описывать функцию, то есть что мы будем делать прямо тут. Прямо тут взять и написать, что же мы будем делать. Похоже на то, как это было в питоне. Ладно. Но сделать то, что стандарт Си плюс плюс 2011-2014 пошел еще дальше. Он сказал, ну настолько часто пользуются люди контейнерами, в частности вектором, что надо прям вообще стандартизовать этот доступ, чтобы было так же легко, как в питоне. Я, лишь бы мне сейчас только не набрать. For x. Сейчас, одну секундочку. написать, чтобы там автоматический был тип, а может быть и нет. Сейчас, там двоеточие, потом, собственно, контейнер. Контейнер. И все, да. Сейчас, одну минутку. И. 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 Рейндж-бейсд-фор-луп Вот, можно на цпп-референс Посмотреть Фор-ауто А пример Ну да, все-таки фор-ауто Нужно написать Какого-то типа Значит Значит, что у нас там пишется Фор-ауто Икс Дальше двоеточие И пишется По-моему, просто вообще контейнер и все Значит так, этот еще раз Просто двоеточие Ауто Икс Двоеточие А дальше, пожалуйста Нам без всяких Вот этих вот лишних функций Потому что вот здесь в ситуации с вон тем вон фубаром Я мог вместо фубара Просто использовать звездочка и прямо там в тель Но правда мне все время его приходилось как звездочка и Ну, например, я там, не знаю, распечатываю его А еще это значение Увеличиваю значение по итератору В два раза Умножаю его на два Да? И распечатываю Да? В данном случае Я неизбежно обязан буду создать такую функцию Типа воин фубар Которая получает инт На инт И с этим интом Соответственно, что делает Да, прошу прощения Ссылку на инт Инт амперсант Икс Соответственно, что она будет с этой ссылкой на Икс делать Она сделает, собственно, Икс равно Икс умножить на 3 Да, и стд, двойточие, двойточие Си аут Си аут Икс То есть у меня целая функция То есть мне тяжело читать программу Потому что мне, чтобы понять, что именно делает вот этот форыч Мне приходится прыгнуть в место, где описана функция фубар И вернуться потом обратно Понимаете? Неудобно Удобно читать на месте Вот в этой ситуации, когда все было вот так вот по дреному Но тем не менее Я мог отказаться от фубара И прямо тут на месте написать Что я вместо этого Что делаю? Звездочка И То есть я говорю, разменованный итератор Правен тому, что раньше было там Звездочка И Домноженному на 3 Согласитесь, что не очень-то удобно Хотя бы из-за операции умножения На 2 Не важно Уже из-за одной операции умножения Становится неудобно воспринимать звездочку И каждый раз писать звездочку перед именем итератора Чтобы его разоминовать Чтобы не с самим итератором осуществлять это действие А с тем, что по итератору Ну и СТД Два двоеточия части АУТ И опять снова звездочка И Но заодно мне было легко читать Мне не нужно было далеко прыгать Искать, где именно там Текст действий внутри цикла Где именно тело цикла А в данном случае У меня все очень просто То есть я прямо здесь вот так вот написал И вот здесь вот я, пожалуйста, пишу Х равно х умножить на 2 И СТД СИАУТ СИАУТ То есть с новым синтексистом 2011 года Мы получили преимущество и старого подхода И того, что было в 99-м Реализовано в библиотеке алгоритм При помощи шаблонной функции FOREACH Шаблонный алгоритм FOREACH На самом деле Вот эта штуковина Она фактически Фактически будет сведена Там было даже написано К чему она будет сведена Ну вот по сути к вот такому Она будет сведена Соответственно, видите, да? Экспланейшн Вот она Что такое AUTO? А, причем там допускает Видите, еще и указать First и Second Да, то есть можно в принципе Сейчас одну чкуточку Это для мэпов Да, для мэпов Сейчас мэп пока не трогаем Range declaration Range expression Ну вот видите, да? То есть в принципе Вот эта штука Она похожа То есть пока Эта штука не равна End Да, плюс-плюс Соответственно Begin Range declaration Равно звездочкам Begin То есть когда Итератор разуминовываем И дальше Осуществляем Вот это действие То есть у нас Х будет не итератором В данном случае Х будет у нас Не итератором А ссылкой на int AUTO Это инструкция Которая автоматически Выведет его тип Вообще идея Использовать автоматическое Выведение типа То есть сказать компилятору Догадайся сам Какого эта штука Должна быть типа Она очень хорошо Ложится в частности Вот сюда То есть я глобально Понимаю Что это должен быть итератор Но мне настолько Лень Вот это вот Все длинное Писать Что это вектор Int Итератор Что я говорю Слушай Дорогой капилля Ты как-нибудь Сам посмотри Внимательно Что вернет Абегин Вот что он возвращает Эта функция Она что Возвращает А это конкретный Контрейн Конкретный Это вектор Int Да Бегин Это функция Которая возвращает Итератор Да Значит пожалуйста Ауто Сам Разберись Что это такое Зам Понятно Очень удобная инструкция Автовыведения Типа Так ладно Давайте посмотрим Что еще должен вам рассказать Я должен бегом Пробежаться По Этим Контейнерам Еще Значит я сказал Что такое вектор Сказал Что такое лист Давайте сейчас Пробежимся По Скажу вам Set И map А эти Stack Q Priority Q Это Контейнеры Адаптеры Так называемые То есть они Не являются Самостоятельными Контейнерами Это обертки Обертки Над Контейнерами Имеющимися Уже Над листом И вектором По моему Я не уверен Сейчас Priority Q Как она реализована Честно Это надо смотреть Но это Не так важно Самое главное Сейчас нам Еще Set И map Разобрать С понятием Контейнера Итератора И доступом Циклофор По контейнеру Понятно Поехали Теперь Еще Есть такие Контейнеры Как Set Unordered Set Map И Unordered Map Итак Set Это Set Если на питон Переводить То set Это и есть Set Почти Дело в том Что set в питоне Это хэш таблица И у него Внутри Set От У него внутри Значения в питоне Не упорядочены По возрастанию Абсолютно Там Бардак Какой-то Из порядка Но зато Доступ Скорость Доступа У него Там От Единицы А в Си плюс Плюс Выбор Сделан Такой Стандартный Set Это Красно-черное Дерево Поиска Красно-черное Двоичное Дерево Поиска Красно-черное Значит Оно Самобалансирующееся Причем Оно Хранит Ключ Равен Значению То есть Значение Это и есть Ключ Единственное Соответственно Скорость Добавления Элемента О От Логарифм По основанию Клау Количество Хранимых Элементов И оно Всегда Сбалансировано Достаточно Хорошо Поэтому Вот Так Соответственно Что еще Это Скорость Добавления Элемента Удаления Элемента Поиск Соответственно Работает Элемента Тоже За это Время Мы От Корня Спускаемся К По Элементам Смотрим Где Какой Слева Или Справа По Значению Какое Дополнительное Требование Еще Собственно К типу Тип Т Обязательно Должен Будь Упорядочен Для Для Значений Этого Типа Должна Быть Определена Операция Меньше Понятно То есть Бывают Такие Переметы И такие Типы Для которых Порядок Что Кто меньше Кто больше Не определен Комплексные числа Например Мы не можем Комплексные числа Упорядочить Повод Кто меньше Кто больше Правда Логично Или Может быть Такая ситуация Что они равны Другому Если мы Упорядочим По модулю Тогда могут возникнуть Разные Но равны Друг другу По модулю Короче Вот нужно Чтобы у нас Была Упорядоченная Да Монотонность В этом типе Какая Не знаю Как это правильно Назвать Сравнить Так Хорошо Для того Чтобы Пользоваться Бетоновским Сентом Есть соответственно Unordered Set Unordered Set Это Контейнер Который появился С новым Стандартом Старом Стандарте Нету Это как раз Кэш таблица Кэш таблица Она работает Быстро А Да Я не сказал Преимущества Потому что Кэш таблица Она будет у нас Работать За От Единицу От Единицы Добавления Удаления Поиск То есть Почти Мгновенно Так Зачем же нам Пользоваться Первой структурой Данок Если у нас есть Unordered Set Очень понятно Это название Если нам Нужна Упорядоченность Дело в том Что красно-черное Дерево поиска Позволяет Обходить его Упорядоченным Виде То есть Если я буду Бежать От Begin До End Вот Таким Вот Образом For Out X Двоеточие А Где А будет Не Вектор А Set Я имею Кстати Право Вот так Написать В этом Случа У меня Вот это Все Оно Будет Уже Добавлено Внутрь Этого Красно-черного Дерево поиска И хранится В упорядоченном Виде То вот Такой Перебор Перебьет Ни эти Значения По возрастанию Они Хранятся Во внутренней Структуре Которая Легко Перебирается По возрастанию То есть Оно Вот это Вот Оно Имеет Упорядоченность Упорядоченно Не знаю Н или 2 Упорядоченно Что сделано Так вот А вот это Соответственно Не упорядочено Но нам Хотелось бы Что-то Вроде Дикта Ассоциативный Массив Которому Мы сможем В квадратных Скопах Вращаться Передавая ключ И находить Значения По ключу Искать значения Потому что Здесь это Просто множество И все Да Для этого Существует Соответственно Мэр Мэр Который Не над одним Типом А над двумя Типами Соответственно Т И В Я назову Т и В Где Т это Тип ключа А В Это тип значения Понятно Соответственно Когда я буду Добавлять Элементы В Мэп Я буду Добавлять Туда Пары Пары А учитывая Что У нас Си плюс Плюс Таких Контейнеров Как в питоне Нету По крайней мере Помните Списки Были И Кортежи Вот таких Кортежей В такой Форме Их В плюсах Нету По крайней мере Не было Зато Туда Это у нас Получается Тоже Красно-черное Двоичное Дерево Поиска Давайте я лучше Напишу Что это Ассоциативный Массив Ассоциативный Массив Да Соответственно Из ключей И значений Я могу Сказать так Что есть Специальная Структура Пэйр Которая Содержит В себе Кий И Вэлью Кий Запятая Вэлью Соответственно У нас Кий Имеет Тип Т Значит Кий Типа Т А Вэлью Типа Вэль Ясно? Ладно Unordered Map Это та же Мэп Тоже Ассоциативный Массив Но на Хэш Таблице Сделано То есть В мэпе Хранятся Упорядоченные Unordered Беспорядоченные Но мы зато Выигрываем Восимтотики За счет Беспорядка Было Логарифм Да У этого От логарифма Снова Не 2 От единиц Ладно Все таки Время наше вышло На этом Придется заканчивать Спасибо вам большое Спасибо вам Субтитры создавал DimaTorzok